Меня просили показывать на карте те места, которые я буду демонстрировать вам. В общем, давайте вам покажу, где мы сегодня будем проезжать. Получается, вот с этого места, с улицы Короткой, проедем по ней, вернем на Красноармейскую и по Красноармейской доедем до выезда на улицу Светлая, это Благовещенский переулок, и дальше по Светлу вернемся на Горького. То есть цель видео показать именно улицу Красноармейскую целиком в поселке. Добрый, добрый, добрый день и доброго времени суток, друзья. Меня просили показывать, как можно больше улиц видеть. Эта улица короткая, здесь мы сейчас будем по ней выскакивать, не знаю, на бездорожье. То есть она у нас недоделанная. Вроде как в дорожной карте она появилась в планах ее продлить, и что она должна разгрузить улицу Черноморскую. Видите, это было просто прекрасно. Сегодня предлагаем вам посмотреть, как она заканчивается, и полностью сегодня мы с вами посмотрим на улицу Красноармейскую. То есть вот такое вот предложение у меня к вам. Здесь мы ехали-ехали, вот машина ехала, даже разметка нарисована, чтобы, не дай бог, тут ее не нарушали. И дорога кончилась. Несколько слоев асфальта делали честно на совесть, то есть поля прокладывали. Но, к сожалению, не доделали. То есть вот так, ехали, дорога хорошая. А если бы вот она выходила туда, вот, за Витязева, хороший асфальт был бы, то было просто шикарное место. Даже по этой дороге очень часто летом объезжают люди. в грязь, когда здесь после дождей, здесь все еще гораздо хуже. Видите, колья он с левой стороны. То есть, ну, я тоже, честно, ездил по ней. Сейчас на этой машине здесь вообще никаких проблем. Едь, да и еть. Но нас сегодня будет интересовать именно улица Красноармейская. Мы сейчас на нее попробуем свернуть. Я что-то смотрю, получится, не получится, не знаю. Но буду надеяться, что все будет хорошо. И заценим, как выглядит она в Витязева. Заодно просмотрят, может, кому-то будет полезно, кто-то будет отдыхать. Но что Красноармейская очень много частного сектора, да, и гостиницы, которые сдаются. Я часто сейчас смотрю, думаю, как тут поворачивать-то на Красноармейскую. Я буду ржать, если еще где-нибудь здесь застряну. То есть, вот здесь влево предлагается как-то повернуть. И, ну, попробуем. Выехать, что ли? Люди ушли. Вещали, наверное, нафиг, раз он едет. Ну, справедливости ради, проезжаю на переднем приводе. Получится ли дальше? Я даже... Я, подожди, я просто... Да мне это немножко дико. Эта улица в виде всего вот так вот начинается. Здесь, да, у меня же голос пропал. От страха отвечаю. Вот это да. Так, ладно. Направо, если я не ошибаюсь, здесь пошла улица Лиманная. Так, я сейчас делаю, чтобы мне было видно 2 секунды. Прям подождите. Ну, подходит, что ждать, ладно. Мы едем. Просто без комментариев, друзья. Так, это была вражная улица. Простите, я от страха перепутал. То есть... No comments называется. Хорошо, что мы тут едем, и это у нас получается. То есть я сейчас ездил на пляж, там была дорога гораздо легче, чем вот здесь. Налево от этих улиц у меня нету, к сожалению, в навигаторе я не могу сказать. Я не знаю сам, в принципе, как они называются. Будут кричать, он не местный! Точно, если вы знаете все и новые улицы, я рад вашему, как сказать, вашим возможностям узнавать их и запоминать. Здесь во все идет строительство каждого этих домиков. Но мы пытаемся преодолевать именно дороги. И заценить саму улицу Красного Мельска. Так, впереди у нас выезд на улицу Лиманную. Да, на Шевролете я бы здесь точно не проехал. Говорят, да чего вам такая машина там и так далее. Ну, вы сами сейчас все видите. То есть все эти дороги, все эти рыцарки. Потихонечку на первой передаче ползем. Она убита еще больше тем, что здесь как-то в одно время прям, как сказать, строилось. Перепоказано, когда в прошлом или позапрошлом году здесь воду перетягивали. То есть вот где-то потом, видите, отсыпали камушком, меркелем, а где-то нет. Видим, здесь уже с левой стороны все построено. Вот меня интересует, вот как построен вот этот левый домик. И все эти участки по фасаду, они находятся в коммерции. Но здесь стоит дом, подключен свет. То есть, наверное, как-то умудрились перевести люди. Вот, потому что я покажу сейчас, где мой участок находится. Здесь направо пошла улица Свободы, которая выходит возле третьего магнита. Тут, чтобы ориентировались. Тут даже два домика построены по фасаду. Не знаю, честно, как это удалось людям. Ну, возможно, как мне тоже предлагали там перевести за денег немножко. Замельку. Здесь вообще все застроено. Дома и там хаос уже попродавали. Я, честно, сейчас смотрю вперед и думаю, в ад, в ад. Попробуем потихонечку, может все-таки получится. Я очень сильно на это надеюсь. Хочется в это верить. Просто плывем. Просто не решил сюда, что тут проплывать. Подумал, как-нибудь объехать, что ли. Там действительно можно было снимать каптюрчика, как он едет. Потому что в такую, наверное, я больше никогда не залезу. Уже жесть. Вот эта улица Витязева, Красноармейская, друзья. То есть я ничего не выдумывал. Здесь живут люди. Машины даже у них тут стоят. Вот такая вот жесткая дорога. Поведуешься, ради... 4 ВД я не включал. За счет клиренса еду на 2 ВД. Это жесть. Так. Ну и, собственно, мы потихонечку выбираемся. Кстати, вот сейчас пересечение с улицей Южной. И вот с левой стороны, вот это пустое место, вот где спереди. Видите, вот с левой стороны. Это уже мой участок. Здесь находится. И... Не думаю, что с ним делать догадательность. Здесь коммуникации все идет. Вода вдоль улицы эта имеется. Сейчас на него смотрим. И вот дерево, орехи и столб. Это получается на него немножко такое угловой. Место очень хорошее. Но, к сожалению, пока с документами у меня беда. У меня тут тоже соседи с кукурей посадили. Вгуливают. И вкатывают в мой участок. Надеюсь, когда-нибудь все-таки получится что-то сделать и построиться. Ну, теперь я такой еще один секрет раскрыл для тех, кому было интересно, где находится мой участок. А теперь вот именно от него, видите, дальше уже более-менее хорошая дорога. Здесь налево вообще пошел бетон до тротуара, ой, до асфальта. То есть место участка просто шикарнейшее. То есть шикарней, наверное, только туда, ближе к морю. Но столько денег нет. Есть вот, видите, мы будем наблюдать, что на одном из участков, кстати, вот построен магазин. А участок такой же тоже в коммерции получается. Вот люди уже построили. То есть место хорошее, можно даже не расстраиваться, что так получилось. И здесь как-то толкался выходом сюда. И здесь перед ними построили магазин прям вообще печально. То есть тоже в дальнейшем можно какой-то типа такого же построить. И в офисе может кто-то что-то сдавать в аренду, либо самому заниматься. Ну, это такие, допустим, мысли на будущее. Это если не получится перевести в из коммерции под ИЖС участок. Если у кого-то есть какие-то там возможности побольше что-то подсказать, подсказывайте ВКонтакте. Буду благодарен, потому что пока руки опустились, и на этот год я решил не думать за это. Улица Комарова. Видим, здесь тоже налево бетончик. Здесь пока дорога хорошо отсыпанная. Еще раз по коммуникациям электричество идет. То есть вода здесь вот так проходит прямо центральная. В ней можно, по идее, подключиться. Кроме того, что остальные. И телефон ведет здесь также по улице. Других коммуникаций, в принципе, здесь нет. Обещали еще канализацию. Но канализация вроде как не появилась. А может уже появилась, может я не знаю. Вот здесь должна быть зеленая зона, по идее, вот с левой стороны. Здесь поставили одну горку, качелью и все. То есть дискаменька. Все, что появилось из зеленой горы. И одно дерево посажено, по крайней мере, растет. Это улица Октябрьская у нас пересечения. Здесь он человек на участок просто домика в себе настраивал. И не сдает. Словенду и все. Тоже как вариант можно попробовать себе такую же тему принадлежать. Вообще надо подумать, как вот использовать свой участок. Еще раз, будет интересно какие-нибудь от вас предложения. Дальше у нас пересечения с улицы Лизы Чайкиной. Ой, вру. Это сначала Пролетарская улица. Хорошо, что вот есть у нас навигатор и мне не дает запутаться. Давно здесь просто особо не ходил и возможно позабывал. Какой-то раз даже с эфиром прогуливался по этой улице. Ну, здесь тоже видим чуть-чуть раздолбанной дороги. Делали асфальт. Ну, получается, к тому, что как у нас делается асфальт. Если там вам рассказываешь, как хорошо у нас там шикарнейшие дороги и так далее и тому подобное. Да вы сейчас все сами видели, тут даже мне добавлять ничего не стоит. То есть, надо ездить на внедорожниках. То есть, это оффроот по Витязево. По-другому и не скажешь. И здесь я просто в шоке от того, где у меня Каптушек проехал. Это направо пошел к краске Лиза Чайкин и все. Дальше у нас асфальт. Здесь люди более активно сдают жилье и смогли сделать асфальт себе вот перед домами. Я прямо вот восточная точно знаю, что за счет поселка прикладывалась улица. А вот именно вот это делалось, по-моему, самими людьми. Люди сами скидывались. По которым мы едем по Красноармейской. Здесь нас обязательно уступить дорогу, потому что очень часто пролетают и знаков не видят. Это у нас восточная, она главная. Здесь, видите, чем ближе к морю, тем выше становятся дома, гостиницы. Когда-то с правой стороны здесь было поле, обещали сделать Витязево рынок. Может, какой-то торговый центр. В итоге поделили на участки и продали. Так, мы и забыли, что Витязево должен был быть в торговый центр. Солнечная улица. Ну, обещали рынок. Прям за рынок говорили. По рынке вообще нет. Вот сейчас направо будет Солнечная улица. И вот кусочек, где тоже был, там тоже был Солнечный. Здесь лежачие полицейские, чтобы не гонялись. Здесь летом очень много жарят шашлыка, поэтому, чтобы разгона сильного не было. На Лачите, кстати, вот на этих лежачих полицейских я ложился. Кстати, как-то раз вот здесь выполнял просьбу подписчиков. Снимал сверху с квадрика один из этих гостевых домов. Собственно, я рад, что получилось выполнить еще одну просьбу. Она у меня давно была записана. Вот вам улица Красноармейская. Пишите. Надеюсь, неплохо, что я проехал по ней по улице. Может быть, конечно, пешеходом, если бы я больше показал, можно было больше рассмотреть. Если, думаю, в следующий раз, надо не забывать снимать в этом 4К, чтобы лучше видно было все. Я проехал прямо. Почему? Потому что здесь только направо и через Южный проспект, через Кольцо возврат обратно. Мне этого делать особо не хочется, поэтому мы сделаем хитрый через Благовещенский переулок. Сейчас выйдем обратно на Цветочный либо Светлый. Я не знаю, часто, как она правильно называется, потому что везде по-разному. Вот здесь в навигаторе улица Светлая. Там дома стоят с адресом улицы Цветочная. Непонятно, что как тут, куда относится. Могу точно сказать, что направо здесь у нас получается звездный-звездный проезд. Всем пока-пока. Жду в комментариях. Пишите, что вы думаете по поводу наших дорог. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok